Я с удовольствием хочу предоставить слово представителю Бершевского Роборота. Бершевский Роборота Бершевская звезда, которую зовут Линелла, а может быть Линутца, нам достоверно неизвестно, как там у них и в Кишиневе говорят. Из всех молкешей ты марчелла, из всех марчелл серьезнейший рыбак, и мы тебе вручая к силу эту желаем. Будь счастлив и живи 120! Марк! Аплодисменты! 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 Который в 1915 году ходил в Еврейскую Одесскую Академию, достоин получить диплом настоящего еврея. Аплодисменты, аплодисменты. Первый сегодняшний диплом. Первый диплом на сегодня. Аплодисменты. Стоп, стоп, канада мужиков. Не надо рыбу нам. Давайте на крючок цепляйте. Стоп, стоп, канада нам пахать. Не надо кайфу нам. Давайте водки наливайте. Как-то раз на бережок вышла группа рыбачок. Чтобы рыбку плавить, но и выпить, закусить. Забросили удочки в воду, любуются на природу. Сидят они дружненько в ряду. Послушай, что говорят. Да, погодка хороша. Не клюет лишний шиша. Прикормить бы рыбку нужно. Тогда бы она клевала дружно. Так в прикормке нету толку. Лучше вспомни поговорку. Ведь рыбак когда не пьет, рыбка ж точно не клюет. Мне попался на крючок. Окунек или бычок. Что ж там. Была бы, кстати, даже килечка в томате. Может, ловим мы не так. Вот Марчелло, он рыбак. У него ведь дома в ванной запросто клюет судак. Раз поймал непростую рыбку просто золотую. Главный, слышь, она трофей. Очень он гордится ей. Это рыбка золотая. Его Лина дорогая. Вот, сидит он впереди. Ну-ка, Марик, выходи. Похвались своим ловом. Свою рыбку покажи. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОКОЧЕССА Субтитры создавал DimaTorzok Дом или тебя, ты можешь надевать этот костюм и переноситься все время. Следующий видок от 20 до 30. Ох, времена застоя, ох, время золотое. Нелегкие были времена, но наш Марчелло и тогда сумел выкрутиться. Строил оперативы, он при этом, заметьте, не попадался, не был судим и даже не привлекался. Подумав хорошо о тех временах, что жить становится скучно, наш Марик решил все-таки отправиться на свою доисторическую родину. И вот талисман, наша кипа с вентилятором, память об Израиле. Ты поясы ему забыл выправить, поясы. Второй пояс у него не виден, красный пояс. Вот, вот, Кустинович, видно русская кровь. Ну вот, понятно. Белорусская. А ложечку ты ему забыл еще дать. Ложечку о временах советских, когда мы кушать не велим. Немного им велим чего и кушать с дионерами. Вот, и как этот вентилятор помогал тебе в твоей жизни. А где вентилятор? На голове, на голове, на голове, вот, Белитус Федорович, подмахивает. Подмахивает, Белитус Федорович, подмахивает. И следующий виток твоей жизни. Следующий виток от 30 до 40. Ты помнишь, это великолепное время, ты молодой, красивый еще. У тебя уже большой жизненный мужской опыт. Но подожди, усти, ночь, в начале очки. Все-таки погуляв хорошо на просторах Израиля, наш Марик решил жениться. Он надел черные очки, ну, тимпло, и желательно не видеть всю красоту еврейских женщин. И все-таки нашел ту единственную в далеком южном городе. По запаху. По запаху. И сделал ей таки предложение мужественно. Вот память о тех временах, когда ты еще раз захочешь отпраздновать с Линочкой какой-нибудь юбилей свадебный. Я хочу. Можешь одеть эти очки и эту шляпу жениха. Линочка, тебе мы дарим в подарок о тех временах вот такую вот статуэточку, где ты бежишь за Мариком все-таки. И держи его, пожалуйста. Крепко-крепко. А я убегаю? Вот так познаменовал наш Марик наш четвертый виток от 30 до 40. Самое главное событие в его жизни, я считаю, все-таки была твоя жениха. Чем же все-таки, ну с моей точки зрения, ну вот видишь, потекло все-таки, с памперса немножко у тебя потекло. Ну, привезли, да. А вот на этом витке мы все знаем Марика. Я думаю, что он лучше всего проявил свои способности театральные. Ну, во-первых, он стал гражданином еще одной страны. И еще одна эмиграция. И поверьте мне, что две эмиграции, это очень тяжело. Поэтому давайте поаплодируем Марику. Все-таки две эмиграции. Гражданин еще одной страны, третий. Поэтому к 50 годам ты все-таки подошел с хорошим багажом. Так вот, это воспоминание того, что ты все-таки здесь живешь пока не на Канарах. Вот в Соединенных Штатах. Вот этот вот веночек мы тебе дарим. А немножко со зрением у нас становится плохо. Все-таки пить надо меньше, меньше надо пить. Зрение печенка, другие части тела. А мы тебе дарим пояс верности. Для того, чтобы ты завтра сумел похмелиться. Вот настоящий твой друг выделил тебе такой вот пояс верности. С утра у тебя будет чем запить. И чтобы ты не изменял своим друзьям, все-таки когда они будут приходить, у тебя всегда будет заначка. Вот. Вот. И если ты помнишь, ты сегодня закончил... Я не могу только с тобой ехать. Сегодня ты закончил съемки 50-й серии. 50-й серии. Многосерийного художественного фильма «Как жизнь прекрасна». И в связи с этим у нас... В связи с этим у нас еще один сюрприз. Тебя хочет поздравить еще кто-то. Внимание. Я ничего не вижу. Конечно, я поздравляю вас с первым. Иначе быть не может. Если у вас есть какие-то проблемы, всегда обращайтесь. Разумеется, я всегда помогу, чем смогу. Просите, и дано будет вам. Ну, конечно же, очень надеюсь, что у вас все есть. Желаю вам счастья, здоровья. Конечно же, успехов в труде, если вы не тунеевец. С днем рождения и удачи вам. Специально по такому случаю я заказал праздничный салют. Разумеется, за ваш счет. Это необыкновенно красиво на эту встречу. О деньгах можете даже не беспокоиться. За ними придут завтра. А сейчас наслаждайтесь салютом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Ну, классия, это вера, да? Конечно, вся волна. Первое, что я хочу сказать, что встретились мы случайно. На стройке. И когда было очень холодно. И когда было очень как-то больно вообще-то видеть всех, не важно кто, но вместе с тем, когда Марик мне сказал, слушай, а я с большим, и мне стало теплее, потому что большим, если кто-то знает, тепло. И когда он мне сказал это, я подумал, что я не одинок в этом мире, потому что действительно, когда уехал откуда, и приехал туда-то, это не столько больно, и нужно это все пережить, и вот тут родная душа, и он думал, что я испущу, все.